Даже потому, как Путин рассуждает о гонке вооружений с Западом, становится ясно, что это единственное, что интересует его всерьез. А у меня в гостях политолог Глеб Павловский. Глеб Олегович, здравствуйте. Здравствуйте. Вы еще, на самом деле, с лета, может быть, даже раньше, стали говорить, ну, по крайней мере, с момента весенней мобилизации, да, стали говорить о том, что война неизбежна. Вы даже употребляли термин такой, военный неозой, да, в который Россия вошла. Что происходит прямо сейчас, на ваш взгляд? Ну, прямо сейчас, к счастью, одна из, что ли, один из зигзагов процесса, одна из развилок. Если вообще ничего не делать, то есть ничего не предпринимать, то тихое сползание к войне близкой продолжится, и она начнется. Попытки что-то сделать со стороны Кремля были. Они известны. Мобилизация, маневры на границе и переговоры, саммит с президентом США. Собственно говоря, это тоже исчерпанный способ. Вряд ли третий раз таким простым и дешевым способом можно дождаться. Переговоры с Байденом, которые летом были. Ну да, были. Одни были после первой мобилизации, другие после второй мобилизации. Да. Но я не думаю, что Байден третий раз ответит на мобилизацию телефонным звонком или видеоконференцией. А что происходит? Проблема началась давно. Она идет из 30-летней эпохи возникновения Российской Федерации и массы нерешенных вопросов, оставленных нерешенными тогда. И как казалось, почему-то я сейчас и сам не понимаю, почему я считал, что в общем можно это проехать. Все. Вот вопросы нерешенные, рано или поздно они должны были начать решаться, скорее всего, в плохом виде. Вот в плохом виде с 2014 года мы их решаем. Но теперь уже и 2014 год не важен. Важно, что возникла вот эта неутолимая тревога, с одной стороны, в Кремле, а с другой стороны, мир. Совершенно изменился. Была длительная, я думаю, лет 20 мирная пауза. Мы ей не воспользовались. Или можно считать, что воспользовались так, как смогли. Но, в общем, она кончилась. В мире началась турбулентность. Никто никому не верит. Ни на слово, ни тем более бессловесно. В Киеве, который был мирным городом до 2014 года, теперь тоже как бы неустойчивая власть, которая меняет свою позицию по мирным переговорам, в общем, в лице одного президента, уже несколько раз. Что делать? Путин говорит, давайте урегулируем, построим миропорядок. Никто не хочет строить миропорядок с Путиным, потому что ему тоже не верят. Значит, ах, вы мне не верите? Ну, тогда мы взорвем ваш мир. И не будет никакого миропорядка. Даже эти переговоры, кажется, то есть они вносят какой-то странный характер. Странный характер. Потому что тот, ну вот, например, значит, сегодня прямо вот за два часа до того, как мы с вами сели за стол говорить, значит, МИД публикует проект договора, который предполагается подписать. Ну, в том виде, в котором это происходит, здесь не предполагается никаких утвердительных ответов. То есть там нет второго, за этим нет никакого позитивного решения. Два документа, да, два документа. И один плохо, во-первых, что их два, потому что проект для НАТО вообще, это неправильная идея. НАТО не может принимать решения, противоречащие уставу НАТО. Ну, это, да, все равно, что Российской Федерации потребуют, там, не знаю, там, денонсировать Евразия и так далее. Это нелепо. А главное, что единственная линия, единственный канал развязки, решения, это, конечно, переговоры с Вашингтоном. Потому что Байден может, не затрагивая НАТО, в неформальном плане просто какие-то вопросы согласовать. Так же, как было после Карибского кризиса, когда, как известно, соединенные условиями было выведение баз, ядерных баз из Турции, их вывели, но никакой формальной бумаги и вообще информации. То есть там было действительно решение обеих сторон выйти из ситуации. И стремление обеих сторон выйти из ситуации. А здесь я этого не вижу. Либо вижу какое-то, грубо, невежественное дипломатическое действие. Вот эти две бумаги, которые Москва составила, во-первых, они ультимативны, во-вторых, они содержат невероятно разные темы, включая даже совершенно удивительную тему для международных соглашений. Это то, что Соединенные Штаты не будут поддерживать какие-то антигосударственные силы в Российской Федерации, выступающие против Конституции. Вот. И это надо подписать. Что мы такая слабая страна. То есть это просто визг, вопль слабой страны. Мы слабы. Не трогайте нас, умоляя. Такой вот дипломатический жест. Вот. И одновременно с этим запрет тренировочным полетам самолетов, честно говоря, ничего подобного не было. И в 50-е и 70-е годы, время Холодной войны, разумеется, ни одна страна не собиралась прекращать тренировочные полеты. Да, они иногда бывают опасны. Можно увеличить дистанцию между ними, но отменить их нельзя. А тут еще говорит, что надо вывести инфраструктуру военную и вернуться к какому-то 90-е... А что такое 97-й год? Для кого он сегодня актуален? Он вообще не актуален. А в России и НАТО, да, имеется в виду? Да, да, да. Для кого он актуален? Что каждый член... Каждая страна имеет право добиваться такого суверенитета, какого она хочет и так далее и тому подобное. Там это все записано. Да. То есть эти бумаги, конечно, ужасны. Они показывают ужасное падение уровня даже простой подготовки дипломатических меморандумов. И, конечно, это плохой ход. Но, может быть, даже не стоит такого плана, чтобы кто-то на это смотрел серьезно. Нет, конечно, стоит. Безусловно, такой план есть. И Путин будет доказывать, что он относится к этим бумагам серьезно. А тут еще выступают какие-то одновременно спикеры, говорят, нет, нет, вот смотрите, мы будем вести переговоры только со всеми в целом, а с отдельными странами НАТО. И разговора нет. Мы не хотим вообще знать их позиции. Уже это самое, кто-то уже выступил только что. Вот. Вы... Мало ли чего они там думают о себе. То есть какое-то удивительное презрение к реальному состоянию того самого мира, которое вроде бы хотят упорядочить и сделать более безопасным для жизни. Поэтому я думаю, что следующим этапом будет какой-то военный эксцесс. Военный эксцесс, видимо, со стороны Москвы. Но я не могу исключать... Ну, он может быть на границе с Украиной. Он может быть... Чертный. Он может быть и не на границе, потому что он может быть там ударом по территории Украины. Дистантным. Так же, как помните, когда начиналась сирийская история, там Каспийская флотилия, значит, шмаляло ракетами по Сирии наугад, как в белый свет, как в копеечку. Вот. Это плохая ситуация. Для Украины это просто плохая ситуация. Недавно был эксцесс с кораблем украинским. Вот буквально... Ну, там было, да. Ну, тоже я не в восторге от действий, значит, и стратегии киевского руководства. Они просто не знают, что делать. Потому что получается, что при любом, любой развязке этого кризиса пойдет за счет Украины. Так или иначе. Это очень неприятная ситуация, и никому, как говорится, этого не посоветую. Поэтому, вы знаете, мне нравилось, что президенты разговаривают. Потому что они разговаривают, значит, не воюют пока. Да. И не даже договорились, вот нас, значит, по дипломатическим каналам будем разговаривать. Обсуждать претензии. Только это не помогло, судя по тому, что происходит сегодня. Ну да. Но это не быстрый свет. Вы знаете, там переговоры во время Холодной войны, там, в Вене, начались в середине 50-х. И только-только к концу 70-х к чему-то стали подходить. Сейчас Кремль явно взял другой темп. Другой темп. Ну, тогда им придется как-то его обеспечивать. Потому что здесь нету под этим темпом нет основы. Ну, что они могут презентовать замечательное сверхзвуковое оружие. Пустить в ход они его не могут, потому что получат ответный удар. Сразу. Не знаю, что будет с Украиной. Может быть, и Украину обойдут, но всем остальным мало не покажется. Вот. Это возможность вероятна. Фактически здесь заложено несколько таких заначек, что ли, Москвой. В общем, Москва предлагает Штатам опять взять под свое доминирование Европу. Фактически. Фактически, да. Вот превратить Европу в свой, так сказать, в посадочную полосу номер, так сказать, вот, в океане. Вот. И, значит, упростить таким образом стратегическую обстановку. Но она не Советский Союз сегодня, Москва. И вот это навязчивый повтор в этих документах о постсоветских странах, а что это вообще значит? Это мы хотим еще вызвать, раздразнить и поссориться с Казахстаном, с Азербайджаном. Потому что они считаются европейской частью. Нам это надо, да. Вот. Мы хотим их запугать. Ну, а чем мы их можем запугать? С сверхзвуковым ядерным оружием? Ну, явно они не первая цель. Вот. Мы хотим их просто толкнуть в сторону Китая, да. Мы их толкаем. Реально в сторону Китая. Но Китай никогда не отдает то, что получил. Вот. Так что, а что мы будем делать, если Китай, у которого все ключи сейчас от наших интересов по безопасности, как младшего, слабого партнера. Китай сейчас, знаете, Китай сейчас в положении, в котором, то есть Россия в положении, в котором сам Китай был в 70-е годы, предложив Америке фактически военное партнерство, неформальное. Вот. Но, конечно, он был слаб, поэтому он шел в русле, американском русле. А сейчас Россия в китайском русле. И а что мы будем делать, если Китай, как, кстати, тогда Россия демонстрировала Пекину, то есть Россия, Америка демонстрировала Пекину, что она вольна и подписывала соглашение с Москвой. Что мы будем делать, если Пекин повернет фронт в сторону Вашингтона? И Вашингтон будет в восторге на самом деле. А что будет делать Россия? С кем она останется? А мы дойдем до этой ситуации вообще? Хочется понять, потому что происходит. Вы знаете, особенность в чем? Есть политика со своими зигзагами, опасностями, а есть стратегия. Они сильно отличаются в одном пункте. Политика может менять темп, может взять паузу, постоять, подождать. Политические силы борются за один предмет. Стратегиям плевать на общие предметы. Они борются за победу. За победу. Причем каждая страна видит свою победу по-своему. Что сейчас Кремль полностью в русле, причем уже спонтанном, ускоряющемся русле предвоенной стратегии. К сожалению, и здесь я должен сказать... Как будет выглядеть победа? Мы видим власть, которая привыкла импровизировать. Она не ставит целей. У нее нет целей. Она говорит о мировом порядке, о возвращении к ялтинскому миру. Это же смешно, потому что ялтинский мир это мир победителей, жестоких победителей, которые раздолбашили к черту противоположную коалицию, очень сильную, вот, и диктовали миру, что ему делать. Кто здесь сегодня победитель? Где они? Как Россия кому и что может диктовать? Считает, что может, потому что, ну, кому она может. Потому что, как говорит Владимир Путин, у нас такие вот ракеты, которых у них, у этих ребят еще пока нет. Ну что, а что с этими ракетами? ракетами, еще раз, один пуск такой ракеты, и это начало, это стратегический ответ ядерными силами противоположной стороны, где бесполезно, так сказать, уже будет подсчитывать, кто нанес больший урон. Вот. Поэтому здесь страх, здесь просто этого не боятся. Вот чем дело. Вашингтон этого не боится, он не ждет никаких ядерных пусков и понимает, что их не будет. А вот атака на Украину, возможно, атака на Молдову, возможно. Возможно, но что она даст? Ну, хорошо, значит, так сказать, Российская Федерация на глазах всего мира разнесет какую-то маленькую страну. Вот Украину она уже не очень-то разнесет. здесь большая ошибка считать, что Украина в состоянии 2014 года. вроде как мы знаем, что боеготовность Украины в другом уровне. Повысилась, повысилась, да. Вот. И завязнуть, завязнуть в ней можно как бы очень сильно. Вот. Знаете, Аргентина тоже рассчитывала Фаукленды взять за неделю. Вот. Поэтому здесь получается, что мы играем без карт, но это блеф. Мы блефуем. Это плохая ситуация, она опять-таки блефующая, опять-таки может заиграться и попытаться отыгрываться силовым путем. Вот в чем дело. Вот беда именно в том, что Кремль загоняет себя в стратегически тупиковую ситуацию. Общество, здесь вынужден сказать, что наше общество не является гражданским еще и потому, что оно вообще не интересуется внешней политикой. Оно интересуется... Ну, оно исторически согласно с такой трактовкой, что вот Америка хочет подчинить себе Россию. В целом, если брать Запад, хочет подчинить Запад на Союзе. на этой трактовке собственно и держатся логика, в которой действует Владимир Путин. Вы знаете, либеральная оппозиция до революции очень много занималась внешней политикой. Разъезжали по другим странам, выясняли позиции, пытались найти, искали компромиссы. Милюков один там провернул огромную работу перед Первой мировой войной. Только что Даша Навальная выступала в Европе. Вот. Это не внешняя политика. С призывом быть более непримиримым к Я говорю о либеральной оппозиции. Я говорю о непримиримом. Все замечательно. Ехать на Запад, что призывать его быть более непримиримым. Это нормально в гуманитарных вопросах. Это ничего не дает в вопросах внешней политики. У нас наша оппозиция стерильна, импотентна, в отношении концепции внешней политики. Это очень плохо, потому что здесь нет даже примерных прикидок. Но есть те, кого один мой друг называет в эмиграции партии седьмого флота США. Ну, это ну и что? Они набором все сюда не приедут. Вот чем дело. А поэтому мы фактически отдали игру, всю игру отдали Кремлю. Не знаем в принципе, что хорошо и что плохо. А вот сейчас появились бумаги. Вообще-то говоря, их должна была бы разбирать наша оппозиция, ее эксперты и так далее. Я заранее скажу вам, что они этого делать не будут. Ну, почему? Увидим разбор. Ну, будут комментарии, колонки. Колонки это не внешняя политика. Вот поэтому я думаю, что раз все карты отданы Кремлю, то война будет. Война будет точно. Она может быть небольшой, она может быть даже неожиданной для самого Кремля. Потому что управление просто развалено. Система не управляет самой собой. Значит, так же, как сейчас мы говорим, ну, те силовики или это ведомство устроило этот арест, тот арест, то так же кто-то... Вы, кстати, писали про то, что, на самом деле, внутренняя война это часть вот этой внешней войны и наоборот. Она создает очень много связанных друг с другом. Военная ситуация вовне с военной ситуацией внутри. Поэтому вот нынешнее предложение устроено так, чтобы оно не могло быть принято. А раз оно не будет принято, значит, конечно же, мы получим ответ от Евросоюза и стран НАТО, так сказать, отклоняющий наши претензии по очень многим пунктам, а не просто... Это будет уже буквально завтра. На следующей неделе мы это все увидим. Да, это уже мягко началось. И, конечно, они не могут позволить России корректировать пункты устава. Да-да-да. Это исключено. Есть две точки зрения, наверное, есть больше, но есть две точки зрения на то, что движет Владимиром Путиным или коллективным Путиным, Кремлем, не знаю, неважно даже, какой термин тут употребить. Первое, это иррациональный, если угодно. Вот просто несет туда, в эту сторону Путина, и поэтому война приближается. Второе, более рациональное, как бы рационализирование этой ситуации, что, ну, у нас тяжелая ситуация в экономике, у нас народ, у нас народ ропщет все громче, хотя его затыкают в рот, но все равно так или иначе. В 2024 год какие-то выборы должны пройти. В каком-то виде эту точку зрения изложил в витиеватой форме Владислав Сурков вот там в статье, что нужно, значит, пустить кровь в какой-то военной операции. Примерно так он на самом деле выразился. Это такое рационализирование процесса, которое идет. Какая точка зрения вам ближе? Или они обе верны? Или обе неправильны? Понимаете, мы, в отличие от вас, я в 50-е годы учил в школе эту версию, почему Российская империя вступила в Первую мировую войну. Потому что нарастало рабочее движение, нарастало протестное настроение масс, и надо было их погасить, их погасить в войне. Ну, это, в общем, более-менее чепуха. А мечта снова получить крымский консенсус? Более-менее чепуха. А какой консенсус вы получите когда? Под бомбардировками? Ведь тогда не было бомбардировок. Общественная мобилизация будет какая-то? Смена повестки? Перебьют все бутыльки с маринованными помидорами для Оливье. Какой же тут консенсус? Это другая совсем будет ситуация. Нет. Проблема в другом. Мы должны как можно быстрее выйти из этой ситуации. Если бы можно было из нее выйти путем извините быстрой маленькой войны маленькой военной операции то я, пожалуй, был бы сторонником этого. Потому что сохранение вот этого статус-кво ведет нас неизбежно к неуправляемой военно-стратегической ситуации где даже не важно будет что думает Путин. Мало ли чего он думает. Он будет думать генералы будут делать одно одни другие другое и все особенность России которая не достроила свое государство фактически существует в безгосударственном состоянии как коалиция разных ведомств в том что она как раз в реально опасной ситуации не будет готова к обороне. Вот в чем дело. Поэтому надо как можно скорее выходить и реальный выход не военный я думаю только в переговорах с Вашингтоном. НАТО можно забыть и оставить стороне. НАТО столь же полезно сейчас как организация объединенных. И здесь вы видите перспективу хотя бы теоретическую то есть можно с Байденом о чем-то договориться. Да о неформальных какой-то конструкции неформальных договоренностей которые будут иметь видимо и непубличную часть тоже но это даже не так важно потому что на самом деле нам нужна безопасность а не мнимое как бы разоружение Украины или стран Прибалтии это вообще смешно разоружат их да вооружат результат военный будет примерно один и тот же а у нас еще на руках Лукашенко который спит и видит он самый заинтересован на лицо в том чтобы такая война случилась он будет счастлив и если с его точки зрения Москва будет тянуть с этим делом он он инициирует что-нибудь уверяю вас ему не страшно его будут прикрывать вот эти самые ядерные силы России его-то будут прикрывать вот а воевать будут эти проклятые русские ну пока непонятно даже кто играет первую скрипку все-таки похоже что не он нет ну сейчас слава богу нет ну вы знаете он редко да метко выступает вот и каждый раз если вы посмотрите каждый следующий его эксцесс более опасный и вы про то же самое можно сказать и про Москву Москва нет я не считаю что то же самое можно сказать про Москву Москва действительно хочет какой-то плато безопасности какую-то платформу то есть есть некое желание достигнуть мира есть она есть что но они они видят мир слишком широко слишком размыто как какое-то состояние на самом деле холодной войны ничего другого они не видали они помнят да помнят и причем они помнят холодную войну 70-х когда она уже была в общем честно говоря не очень опасной вот а ведь она бывала в другом состоянии и поэтому я готов согласиться с тем что Кремль прибег к стратегии роллбэк стратегии отбрасывания запада чтобы дать понять что ему страшно хорошо это можно обсуждать но это невозможно обсуждать ни с Европой увы ни с НАТО значит у нас есть пока открытые уши у Байдена но они тоже могут закрыться если попытаться с ним разговаривать ультиматумом ну вот собственно что произошло например сегодня в очередной раз это конечно ультиматум да это такое да это ультиматум по невежеству вот да это ультиматум ваш прогноз на развитие событий на ближайший месяц два ну три ну если если будет формально неизбежный коллективный ответ НАТО в Соединенных Штатах и НАТО который может быть только отрицательным и не будет ничего другого то как раз я думаю к весне мы опять можем ждать только не опять уже мы можем ждать попытки какого-то военного эксперимента эта попытка может плохо кончиться для экспериментатора вот в чем дело тоже потому что сейчас часто кажется что мы действуем в зоне безопасной ниже порога так сказать ответа это известная стратегическая игра вот если будет и если не будет никакого саммита с президентом США если будет какое-то общение в той или иной степени с президентом США то я думаю у нас есть шанс выползти на уровне Плинтуса из этой опасной очень опасной ситуации ну что ж будем на это надеяться Глеб Павловский олимпиада олимпиада на которую Путин едет олимпиада в Пекине забывайте запад бойкотирует да запад бойкотирует Путин едет и конечно она должна пройти в благоприятных условиях и в 14-м году про это тоже говорили да я помню Глеб Павловский о том что риск военной ну авантюры назовем ее так на самом деле в самое ближайшее время реально очень велик всем привет это Тихон Зитко главный редактор Дождя спасибо что смотрите нас на Ютубе но Дождь это намного больше чем наш Ютуб канал у нас есть огромное количество контента под подпиской на нашем сайте открывайте для всех новости мы можем благодаря тому что вы наши зрители оформляете подписку это дает нам возможность в прямом эфире абсолютно бесплатно и для всех транслировать новости рассказывать о главных событиях в России и за ее пределами так дайте нам эту возможность подпишитесь на Дождь tvrain.ru слэш подписка и мы в таком случае сможем и дальше рассказывать о происходящем во всем мире и для всех